В регионе продолжают создавать дополнительные рабочие места для осужденных к принудительным работам. Так, в 2023 году в Касимове открыли исправцентр на базе племзавода Дмитриева. Здесь уже отбывают наказания больше 80 человек, и все они трудоустроены на объектах фермерского хозяйства. Попасть сюда, конечно же, может далеко не каждый. И это только одно из исправительных учреждений. В основном направления их деятельности – это пошив изделий, металлообработка, деревообработка, изготовление мебели. Вопрос очень важный. Это тенденция к гуманизации наказания. А с другой стороны, с учетом, к сожалению, той ситуации, которая складывается у нас по дефициту кадров, это очень важно. Очень важно и обучение, и мы будем отдельно тоже с Александром Павловичем и с коллегами говорить, как мы готовим наших осужденных к освобождению для того, чтобы они были востребованы в регионах. Другой вопрос не менее важный – оперативная работа. В прошлом году предотвращено 46 попыток доставки на территорию исправительных учреждений запрещенных предметов. Изъято 167 сотовых телефонов. В прошлом году большую упор мы делали на профилактику проникновения запрещенных предметов на территории учреждений. О чем свидетельствует рост изъятия запрещенных предметов при доставке учреждений. Региональное управление ФСИН активно взаимодействует с институтами гражданского общества. В прошлом году правозащитники посетили исправительные учреждения больше 30 раз. Задачи сейчас, говорят, стимулировать осужденных к законопослушному поведению.